Небольшой градусник таит в себе большую опасность. У Риммы Егоркиной ртутный термометр выпал из рук и разбился. Первая мысль после того, как ртутные шарики были собраны скотчем, позвонить в экстренную службу и спросить, что делать дальше. Но девушка услышала не тот ответ, который хотела. Работники экстренных служб дали мне очень интересный ответ. И вплоть до того, что вы хорошенько уберетесь, пропылесосьте, чего написано делать категорически нельзя, потому что пылесос распылит всю эту ртуть по всей квартире, она будет дальше испаряться. И выкиньте в мусоропровод. То есть это чтобы мне не обидно было одной по коже, чтобы травились еще и другие люди. Ртуть относится к веществам первого класса опасности. Испарясь, вызывает серьезные заболевания почек, мозга, центральной нервной системы. Особенно вредны для здоровья органические и неорганические соединения ртути. Ни в коем случае нельзя собирать ее при помощи пылесоса. Это распространенное заблуждение. Ведь на самом деле, когда пылесос собирает пары ртути, и вообще-то у ртуть, то за счет повышенного воздуха обмена создается как раз-таки ее значительная концентрация в воздухе, то есть в парах. Поэтому, конечно, пылесос для этого использовать не стоит. Нужно собрать шарики ртути с помощью лейка, пластыря, скотча, то есть с помощью таких материалов, которым она легко цепляется. Булочкой можно городской собрать. В единой дежурно-диспетчерской службе города нам сообщили, что собранную ртуть обязательно необходимо отнести в специализированную организацию, которая занимается утилизацией опасных веществ. Ртуть – это опасное вещество, пары которого, естественно, негативно воздействуют на человека. И просто так их утилизировать в тех мусорных контейнерах, которые у нас обычно в каждом дворе стоят, это, конечно, запрещено. Поэтому нужно это установленным способом делать и ни в коем случае не идти на поводу своей лени или неорганизованности, незнания. Лучше, конечно, обращаться к нам в службу. Однако по телефону в одной из организаций нам сообщили, что разбитые градусники к ним никогда не приносили. Видимо, такая проблема мало кого беспокоит. И люди даже не задумываются, насколько опасна ртуть. А зря. Любовь Почерникова, Андрей Сембоков, РТВ, Иваново.